Всем привет, друзья! На дворе уже середина февраля, и я, мягко говоря, очень припозднился с обзором астрособытий 2023 года. Каюсь, но лучше это сделать поздно, чем никогда, поэтому сегодня поговорим о самых интересных явлениях, которые можно увидеть на звездном небе в этом году. Поехали! Сначала о планетах. У самого близкого к Солнцу Меркурия будет два лучших периода видимости в течение года – на вечернем небе в апреле и на утреннем небе в сентябре. В это время ту самую неуловимую планету вполне реалистично пронаблюдать. Для Венеры же практически весь год благоприятный. Уже сейчас она неплохо видна по вечерам и будет украшать небо после заката вплоть до лета. А с августа и до конца года Венера будет находиться уже на утреннем небосклоне, и этот период видимости будет даже чуть более интересным, чем нынешний. Для Марса лучшие условия сложились в начале года. Наблюдать его лучше всего было вчера, позавчера, позапозавчера, позапозапозавчера, ну и так далее. В общем, смотрите его в ближайшее время, потому что с каждым днем его блеск и угловые размеры чуть уменьшаются. Король всех планет Юпитер сейчас постепенно сближается с Солнцем и покидает вечерний горизонт. Лучший период его видимости наступит ближе к осени. Противостояние планеты состоится в ноябре. Находиться Юпитер будет в созвездии Овна. Там же неподалеку уже который год и Уран прозябает. Что касается Сатурна, то он перекочевал в созвездие Водолея, и лучший период видимости для наблюдений окольцованной планеты в конце лета-начале осени. Ну а Нептун, видимо не выдержав конкуренции, в этом году сбежал из Водолея в созвездие Рыб, где он пробудет еще долгие годы. Что касается комет, то из открытых на данный момент самая яркая С2022Е3ЗТФ, которая наблюдается прямо сейчас, и я надеюсь многие из вас смогли ее увидеть. Также будет несколько бинокулярных комет, чей блеск может достигнуть восьмой звездной величины. Среди них Энкея, 103П Хартли и С2021Т4 Лемон. Более подробный рассказ о кометах года рекомендую почитать в телеграм-канале записки астронома, который ведет Артем Новичонок. Ссылку на пост я оставлю в описании. Ну и конечно же нужно не забывать, что в течение года могут открыть что-нибудь более перспективное. На это мы рассчитываем, это мы ждем. Ну и прежде чем начнем говорить о грядущих событиях, давайте вспомним, а что уже произошло, коли на дворе февраль. 22 января Венера сблизилась с Сатурном на небе, а на следующий день к ним присоединился серп молодой Луны. Вот такая фотография у меня получилась. Геннадий Борисов открыл околоземный астероид, который пролетел очень близко от Земли на расстоянии всего лишь 3600 километров. Мне удалось его пронаблюдать, правда когда он был чуть дальше, в 45 тысячах километров от нас. А комета Си-2022Е3ЗТФ достигла максимума блеска 5-й звездной величины и вот совсем недавно сблизилась с Марсом на ночном небе. Ну а в ближайшее время главным ньюсмейкером на звездном небе станет Венера. И мы тут плавненько подобрались к грядущим явлениям. 22 февраля на вечернем небе сойдутся Венера, Юпитер и молодая Луна. Абсолютно чудесное зрелище. Две яркие планеты и тонкий серп с пепельным светом. На расстоянии не более 10 градусов друг от друга и это шикарный сюжет для пейзажной астрофотографии. Только заранее подыщите пейзаж, на фоне которого будете снимать. После этого тройного соединения Венера и Юпитер будут неуклонно сближаться на небе. Каждый день сокращая расстояние на 1 градус. Кульминация наступит 2 марта, когда планеты будет разделять всего лишь полградуса. Это размер полной Луны на небе. И в бинокли, и в телескопы с небольшим увеличением Юпитер и Венера будут видны в одном поле зрения. А невооруженным глазом эта картина будет, пожалуй, еще симпатичней. Не менее интересный сюжет для астрофота, чем предыдущее соединение. Если не сможете пронаблюдать 2 марта, то сильно не переживайте. За несколько дней до и несколько дней после этой даты расстояние между Венерой и Юпитером будет также небольшим. А 24 марта состоится тесное соединение Венеры и Молодой Луны. Очередной сюжет для прекрасных фотографий. Ну а если вы окажетесь в Юго-Восточной Азии, на юге Китая, в Таиланде или Вьетнаме, там можно наблюдать покрытие Венеры и Луной. Замечательное по красоте зрелище. 20 апреля на Земле произойдет солнечное затмение. Да не простое, а гибридное. Это значит, на земном шаре сначала будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение. Потом, по ходу движения лунной тени, оно трансформируется в полное затмение, а закончится опять как кольцеобразное. Гибридные затмения достаточно редкие. Их всего лишь 5% от общего числа. Правда, наблюдаться это все будет очень далеко от нас. Это праздник для Австралии, Индонезии и Восточного Тимура. 5 мая стоит ожидать полутеневое лунное затмение, которое будет наблюдаться повсеместно, за исключением американских континентов. Правда, полутеневое затмение малоэффектно и практически незаметно для неподготовленного человеческого глаза. Лучше всего фиксировать это затмение фотографическими методами. На снимке мы можем отрегулировать яркость луны, ее контраст и лучше проявить потемнение северного края луны в данном конкретном случае. Идеальный вариант, когда у нас есть возможность сравнить два кадра, сделанных с одинаковыми настройками. Один до затмения, второй в момент максимальной фазы. Это небольшая разница в освещенности и есть полутеневое затмение. Поэтому не ожидайте феерии. 21 июля Плутон окажется в противостоянии с Солнцем. Это, конечно, довольно сложный объект для визуальных наблюдений. Его блеск в районе 15-й звездной величины. А вот на фотографии через телескоп его поймать не так уж-то и сложно. Если вы находитесь в южных локациях, достаточно снять его в течение нескольких ночей и заметить движущийся объект среди звезд. С 12 по 14 августа, что называется, в ночь с пятницы на понедельник, можно наблюдать максимум метеорного потока Персиды. В этом году Луна не помешает, поэтому можно смело ожидать хорошего улова ярких, красивых метеоров. До 100 штук в час. Кстати, в этом году по Луне хорошие условия для многих крупных метеорных потоков. 27 августа Сатурн вступает в противостояние с Солнцем. Это лучший момент для наблюдения окольцованной планеты и в первую очередь, как раз для ее кольца, которое в момент противостояния увеличивает свою яркость. 19 сентября еще и Нептун вступит в противостояние с Солнцем. Это, конечно, не так эффектно, но просто знайте. 14 октября состоится второе солнечное затмение этого года. Оно будет кольцеобразным. Повезет наблюдателям из Северной и Южной Америки. Это затмение исключительно для них. Полная фаза будет хорошо наблюдаться в США, в Орегоне, Неваде, Юте, Нью-Мексико и Техасе. В Южной Америке больше всего повезет Панаме, Колумбии и Бразилии. Спустя две недели, 28 октября, состоится частное лунное затмение. Оно будет наблюдаться почти по всему земному шару, но хуже всего в Америках. Затмение будет поинтереснее, чем в мае, но фаза совсем небольшая. Земная тень лишь слегка закроет южный край Луны. 3 ноября Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем. Вблизи этой даты будет лучшее время для наблюдения этой планеты. 9 ноября в Европе и на европейской части России можно будет наблюдать покрытие Венеры Луной. Правда, явление состоится на дневном небе, но яркости планеты предостаточно, чтобы без проблем рассмотреть ее в телескоп при ярком свете. У Венеры будет фаза 58%, то есть практически половинка планеты. И это достаточно интересно будет выглядеть в телескоп. 13 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем. В это время его даже можно увидеть невооруженным глазом на темном загородном небе. Не знаю зачем, но попробовать можно. На 12 декабря спрогнозировано уникальное в своем роде явление. Астероид Леона на 10 секунд закроет от наблюдателей всеми нами любимую звезду Бетельгейзе. Правда, увидеть это можно далеко не везде. По расчетам, полоса покрытия пройдет по Азербайджану, Армении, Турции, Греции, Италии, Испании, Португалии. Но эту информацию стоит уточнять ближе к самому явлению. Ну а в ночь с 14 на 15 декабря ожидается максимум активности метеорного потока Геминиды. Луна никак не помешает этим наблюдениям, и мы можем ожидать до 150 метеоров в час. Геминиды и созвездия Близнецов, безусловно, один из лучших метеорных потоков года. Они ничуть не уступают, а в чем-то даже превосходят всем известные Персеиды. Вот такой год нас ждет. С одной стороны, не самый насыщенный, но редкие красивые явления все-таки будут. Если вы хотите получать уведомления о всех остроявлениях на свой смартфон, то для спонсоров канала я делаю специальный гугл-календарь, который интегрируется в любую мобилку. Если интересно, подписывайтесь по ссылкам в описании. Ну а я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok